Всем привет, начинаем. Сегодня поговорим про сверточные сети, которые вместо того, чтобы распознавать, что происходит на картинках, а это мы обсуждали в прошлый раз, вместо этого картинки рисуют. На самом деле, в каком-то виде мы этому посвятим и эту еще следующие две лекции. Вот эта интересная тема, в ней много чего интересного происходит последние лет 5-6. Давайте начнем с того, что обсудим, зачем вообще нужны такие нейросети, которые картинки не распознают, а рисуют. На самом деле, несколько ответов на этот вопрос. Ну, ответ номер один, который был, может, менее актуален 5 лет назад, когда только появлялась, потому что картинки были так себя скорее как бы интересны, чем полезны. Но чем дальше, тем больше и больше становится понятно, что сверточные нейросети — это становится действительно настоящим мощным инструментом для компьютерной графики, для спецэффектов кино, для компьютерных игр в какой-то момент. Может быть, еще не в полной мере, но уже по всему этому подходит для систем телеприсутствия и так далее, и так далее. То есть это становится полноценным средством компьютерной графики. Второй ответ, что поскольку сверточные сети, которые распознают изображение, которые генерируют изображение, состоят из одних и тех же частей, то, работая с рисующими нейросетями, мы можем понимать что-то и про распознающие тоже, при этом как бы нейросети, которые что-то рисуют изображение, из которых получаются изображения, они в чем-то должны оглядеть в ней. Третий ответ заключается в том, что… Ну, это как бы подвид первого, да, что на самом деле сверточные сети, картинки с генерированными сверточными сетями могут становиться обучающими данными, тренировочными данными для распознающих нейросетей. И примеры успешного применения таких подобных успешных применений уже есть, и, видимо, дальше это будет, дальше это будет еще более важной темой. Ну и номер четыре, что заключается, ответ заключается в том, что, в принципе, мы знаем, что внутри человеческого зрения, внутри человеческого мозга, для распознавания это как бы частью процессинга изображения, которое приводит к его распознаванию, является построение изображения. Эта часть, она не включается для простых задач распознавания, например, обнаружения на картинке лица или обнаружения на картинке, там, дикого животного. Вот. Эти, скажем, две задачи эволюция обеспечила, что эти две задачи решаются очень быстро, мгновенно и без применения распознающих, генерирующих нейросетей. Но если мы возьмем какую-нибудь задачу посложнее, вот пример такой задачи, то для того, чтобы разобраться, что происходит на изображении, точнее, что мы видим, что видят наши глаза, да, мозг задействует генерацию изображения тоже. Вот это вот пример тяжелосложного изображения. Вы не видите таких изображений в реальной жизни, поэтому вашему мозгу приходится как-то нетривиально изворачиваться, чтобы понять, что здесь происходит. Это как бы известные визуальные люди. Я думаю, все вы и в зуме, и в классе видите, четко видите белый круг посредине этой фигуры, да, ну и понятное дело, что его там нету. Его нету, да. Интенсивность белого внутри круга и вне круга совершенно одинаковая. Значит, откуда он берется? Он берется из того, что мозг строит какое-то объяснение того, что он видит. Объяснение этой сцены, оно как бы использует какие-то priors на то, что это объяснение должно быть максимально компактным, и максимально компактное объяснение включает в себя этот белый круг. Дальше, чтобы убедить себя, что это объяснение правильное, мозг внутри строит картинку, которую этот белый круг содержит. То есть мы видим, что построение этой картинки в мозгу тоже происходит, и это часть распознавания. То есть он как бы строит эту картинку, убеждается, что она более-менее соответствует тому, что он видит, и значит, все сошлось, объяснение построено. Вот. Соответственно, аргумент такой, что для самых продвинутых систем зрения, для самых продвинутых систем распознавания модули построения изображения должны быть внутри этих систем. Вот. Поэтому подобные сети, они являются полезными. На самом деле, наверное, не полностью еще недостаточно развернутый ответ на первый. Достаточно развернутый ответ рассказал, где еще сети используют сопровождающие изображения. Потому что еще одна важная область, про которую я забыл сказать, это обработка изображений. В частности, как бы, цифровая фотография внутри, скажем, мобильников, она все больше и больше тоже использует светочные нейросети. Вот. И всякий Photoshop активно использует светочные нейросети на данный момент. То есть все, что связано с обработкой изображений, скажем, ученые, которые смотрят на микрографии, на астрономические картинки, тоже активно их используют. Биологи. Вот. И давайте рассмотрение задач, связанных с построением изображений при помощи светочных нейросетей. Начнем с, возможно, одной из самых простых задач. И это задача очень простых формулировок задач. Не то чтобы суперпростая, но формулировка очень простая. Это задача повышения разрешения superresolution. Да, то есть у нас на входе есть картинка низкого разрешения. Мы хотим построить нейросеть, которая строит картинку высокого разрешения. Это, на самом деле, кажется, нет, это ground truth, но я думаю, что такого качества, как вы видите, из комнаты вполне можно добиться. Вот. То есть что мы хотим сделать? Мы хотим построить нейросети, которая берет картинку слева и возвращает картинку справа. Что упрощает нам жизнь в этой задаче? Это то, что мы можем сгенерить большое количество синтетических обучающих данных. Мы можем пойти в интернет, скачать миллиард картинок высокого разрешения, а дальше их искусственно задаунсэмплить, построить картинки низкого разрешения и получить пары изображений, испорченное изображение, восстановленное изображение. Как именно мы будем даунсэмплить, на самом деле, играет роль. То есть, чтобы наша нейросеть применялась к реальным картинкам, которые мы сфотографировали на низком разрешении, всем получить высокое разрешение. Наш процесс, как мы портим изображение, скаченное из интернета, должен быть, ну или точно, или как-то быть похожим на реальный процесс, который происходит в оптике фотоаппарата, из которого у нас получается низкое разрешение. Или как альтернатива, по крайней мере, то, как мы портим картинку. Обычно мы, скажем, сначала применяем какой-то фильтр, сглаживающий, а потом берем каждый пиксель. Так вот, значит, скажем, допустим, фильтры, которые мы применяем в этом месте, они должны быть достаточно разнообразны, чтобы нейросеть не приобучилась в какой-нибудь искусственный способ удалиться облить изображение. Но, чем не менее, с этими оговорками построить обучающую выборку достаточно просто в данном примере, а значит, имея очень большую, неограниченно большую обучающую выборку, можно учить большие нейросети. Энерсетей, которые делаются при разрешении, было предложено довольно много. Одна из первых успешных была устроена следующим образом. Значит, она брала на вход картинку низкого разрешения, ну, за абсэмпленную, бикубический, например, до того разрешения, которое мы хотим из него получить. Из этой картинки. Дальше это является входом в нейросеть, она изображена слева. Дальше мы применяем последовательность сверток 3х3 и релу нелинейностей. Собственно, такая максимально простая архитектура. Вот. На тот момент, не знаю до сих пор, для этого актуально, с новыми процедурами, там, с новыми, там, можно ли это побороть нормализацией, там, правильный алгоритм оптимизации, но, например, на тот момент гораздо лучше работало, если мы просили бы в нейросеть предсказывать не финальную картинку, которая изображена справа, а добавку к входной картинке. То есть у нас как бы есть бабочка с крыльями, да, и надо предсказать добавки деталей, которых не хватает во входной картинке. Это серое изображение, которое вы видите перед плюсиком. Дальше это предсказанная добавка складывается за входной картинкой, получается выход, и к выходу мы применяем функцию потери, loss, да. А можно просто рисовать как downsample? Ну, в этой статье я не помню, как именно downsample, но обычно, значит, там есть несколько подходов, как именно downsample картинку при обучении. Значит, мы берем какое-то разнообразие фильтров, какое-то распределение фильтров, которые как бы сглаживают картинку, и дальше берем там каждый второй или каждый третий пиксель. Это сложный фильтр или просто гауссовский фильтр? Нет, просто гауссовский фильтр с разнообразным ядром. Есть как бы подходы, которые более заморочены, которые пытаются одновременно обучать гауссовский фильтр так, параметры гауссовского фильтра, например, так, чтобы распределение картинок, которые получались после downsampling, было бы похоже на распределение картинок естественных. И это немного помогает. Вот. Какая наша функция потерь? Но самая простая, которую мы можем взять, это разница между ground truth по пиксельной разницей, квадрат по пиксельной разницей между предсказанной картинкой и ground truth. Да. И на самом деле, если обучать даже с этой функцией потери, в этой конкретной задаче получаются интересные результаты. Картинки из статьи для разных факторов увеличения. фрагмента вот этой вот картинки слева, то есть снизу, вот эта вот последовательность, это, по-моему, бикубическое увеличение, то есть простой необучаемый фильтр, а сверху это то, что выводит нейросеть. Вот. На тот момент это был State of the Art, по крайней мере, на искусственно задуманцемпленных картинках. Здесь мы видим искусственно задуманцемпленные картинки, потому что у нас есть ground truth. Вот. Окей. То есть для этой задачи, в принципе, хватает такой простой функции потери, хотя от более сложных функций потери, на которые мы посмотрим в ближайшее время, на этой лекции, на следующих лекциях становится тоже лучше. Можно вернуться к следующей форме? Да. А вот, например, если вы не знаете, это какой-то видом слим, а вот на картинке они не странно, когда вы не знаете? Нет, смотрите, значит, вопрос в том, не будут ли картинки разного размера в этой формуле. Значит, эта нейросеть была обычно так, что она принимает на вход картинку низкого разрешения, раздутую бикубик, бикубичной интерполяции до желаемого размера. В частности, как бы один из плюсов этой нейросети был в том, что они обучались сразу на все возможные варианты, ну, в смысле, на какой-то набор возможных факторов увеличения, там, в два раза, в три раза все с помощью одной нейросети делалось. поэтому картинки будут одинакового размера. вот здесь сверху это то, что нейросеть сделала снизу просто нео, следующий слайд. да, сверху здесь вот это тоже сделала нейросеть, а это то, что просто обычный бикубический абсамплинг. Ну, то есть нейросеть научилась распознавать этот паттерн, прямая линия, темная прямая линия на светлом фоне и, соответственно, предсказывать незазубренные линии. Вот. Superresolution — это такая просто формулируемая задача, для которой просто получить данные, но где как бы нейросети нужно делать какие-то локальные локальные предсказания. Как бы на другом краю лежат как бы задачи, где нейросети нужно предсказывать что-то, какие-то изображения из данных, которые на изображение совсем не похожи. Одной из первых работ в этой области были работы, где или нейросеть предсказывала картинки из вектора шума или вот эта вот интересная работа, которая много на что повлияла, Learning to Generate Chairs with Convolutional Networks, она так называлась. Вот. Значит, что было в этой работе? Был взят датасет изображений стульев. Почему стульев? Турстул в принципе традиционно считался суперсложным классом для компьютерного зрения, потому что он очень-очень разнообразный, и формы разнообразные, и текстуры разнообразные, а еще у него и тонкие ножки, с которыми как бы если мы рисуем стулья, то с этим тяжело работать. вот. Значит, был взят датасет стульев, где по сути, его можно рассмотреть как классификационный датасет. У нас для каждой картинки есть номер класса, это номер модели стула, и там было несколько сотен, типа 700-800 разных моделей. Ну, еще для каждой картинки нам известна точка съемки этого стула в этой синтетической, для синтетической камеры, да. И вот. для каждого стула, для каждой, значит, точкой съемки, для набора точек съемки нам известна картинка и маска. И, значит, ну, обычным компьютером зрения мы что, мы берем на вход картинку, возможно, с маской и предсказываем, скажем, класс изображения. И, значит, уже к 15-м году было понятно, что сверточные сети хорошо работают для таких задач. Здесь, значит, доставицкие компании решили сделать, построить нейросеть, которая будет решать противоположную задачу. В тот момент это был очень как бы неочевидная и неочевидная идея примить нейросеть в обратном направлении, а именно брать на вход номер стула и точку и параметры камеры и предсказывать картинку и маску. Вот. Они построили подобную генерирующую нейросеть, которая устроена была довольно буквально. То есть, они взяли распознающую нейросеть и ее перевернули. То есть, в распознающей нейросеть у нас обычно сверточные слои, потом полносвязанные и на выходе метка класса. Здесь они... Давайте для простоты посмотрим на верхний поток. На самом деле, без нижней части, без зеленой части нейросеть работает почти так же хорошо. Верхняя часть предсказывает картинку, нижняя предсказывает маску. Давайте про нижнюю забудем. Тогда как бы сходство оказывается почти полным. То есть, у нас на вход подается вектор, который кодирует номер класса, причем так же, как распознающая нейросеть предсказывает нам логиты или вероятности, так и здесь класс кодируется с помощью так называемого one-hot-encoding. То есть, это вектор длиной, размерностью равного количеству классов, где везде стоят нули, а на позиции соответствующей метке класса стоит единичка. Вот. Плюс у нас есть дополнительный вход. Это параметры камер, которые здесь кодируются 12 числами. Это некоторое избыточное кодирование. то есть 4 задает угол, 4 координата задает угол, с которого смотрят камеры расстояния, и еще дополнительно 8 задает всякие разные трансформации в плоскости изображения. Отчасти это было сделано, чтобы такие трансформации в обучение добавить, чтобы сеть меньше переобучалась. Вот. Из всех этих векторов мы дальше начинаем применять к ним полносвязные преобразования умножения на матрицы нелинейности. В какой-то момент мы их конкатинируем, применяем еще полносвязные слои и нелинейности, и в какой-то момент мы из нашего вектора предсказываем какой-то длинный длинный вектор и решейпим его в тензор. Вот. А дальше мы к этим тензорам начинаем применять последовательности сверток, нелинейности, и там, где у нас были даунсэмплинги, то есть свертка со страйдами или макспуллинги, вместо этого мы делаем слои, которые производят апсэмплинг картинки. Про такие слои мы уже с вами говорили в прошлый раз. В этой конкретной статье они использовали так называемый bed of nails апсэмплинг, там, где мы между числами вставляем нолики, но на самом деле это скорее неоптимальный выбор для таких нейроцитей. Скажем, апконволюшнс обычно работают лучше. Вот. И, значит, у нас опять-таки мы определяем нашу функцию потери для верхнего потока, что мы хотим для номера стула и параметра в камере предсказать картинку стула, уберем по элементной функции потери. Для нижнего потока, где мы предсказываем маску, они пробовали и квадратичную функцию, то есть по элементной квадратичной ошибке, и они пробовали кросс-энтропийный лосс, на самом деле там, по-моему, особой разницы не было. И вообще в целом для качества картинки нижний лосс добавлял не очень сильно. Окей. И они получили следующий результат. Во-первых, они увидели, что нейросеть может с приемлемым качеством трейнг датасет запомнить. То есть они смогли минимизировать эту архитектуру до довольно низкого значения лосса. Но, что более важно, оказалось, что эта нейросеть вполне себе успешно обобщается. В каком смысле она обобщается? Например, она может делать следующую вещь. Она может интерполировать между двумя классами стульев. И здесь вы видите результаты интерполяции. По ссылке там, если сходить на YouTube, то там как бы есть видео интерполяции. Здесь они честно, хорошо написана статья, честно написана статья, они идут, честно говоря, что мы упорядочили по визуальному качеству от самых плохих, самых хороших пар сверху к самым плохим снизу. Мы видим, что в самом хорошем случае интерполяция между двумя классами вполне себе гладкая и разумная. А как она осуществляется? То есть чтобы получить картинку посередине, мы берем два класса стульев, которые были в обучающей выборке. И вместо того, чтобы поставить one-hot вектор, где все нули одна единичка, мы ставим, мы поставляем two-hot вектор, two-hot вектор. То есть везде нули, в двух местах по 0,5. И наша нейросеть воспроизводит картинку посередине. Вот эту и мы видим, что когда на самом деле два стула такие, что понятно, как между ними интерполировать, человеку понятно, то и нейросеть довольно хорошо между ними интерполирует гладенько. Ну, в нижнем случае да, нейросеть выдала что-то такое не очень красивое и аккуратное, но на самом деле мне как человеку тоже не очень понятно, как интерполировать между этими двумя стульями. И в общем ошибка нейросети тут я не знаю, то есть вопрос был, что будет, если подставить вектор, где везде по одной энтой. Я, наверное, не знаю ответ на этот вопрос, можно попробовать. Ну, я думаю, я бы предположил, что на самом деле картинка будет плохой и, наверное, все-таки скорее размытой, потому что этот вектор совсем далек от того, что нейросеть выдала для обучения, но не проручусь. А почему это не делать? Почему бы не сделать одной нейросеткой, у которой будет три слои выхода и четыре, ну, как и баллы? Да, это разумный вопрос, а еще вопрос, почему не сделать нейросеть, которая сразу предсказывает, которая предсказывает маску и картинку в одном потоке, как четыре канала. В принципе, так можно делать. Мы же, в практике наша группа такое бывало, мы видели, что нейросеть чуть лучше работает, если все-таки эти два потока где-то разделяются. Может быть, не в самом начале, может быть, ближе к концу, но когда есть несколько слоев, более эффективно по параметрам, по количеству операций, когда у нас происходит разделение, но потому что для того, чтобы сгенерировать маску и сгенерировать картинку, нужны немного разные признаки, немного разные каналы признаков. То есть, можно сделать, если у вас избыточное количество каналов, можно сделать так, чтобы все четыре генерировались. Если, скажем, ваша цель сделать максимально компактную сетку с минимальной качественной операцией, то это не выгодно. Я думаю, что это неплохо, и тогда вы как-нибудь подтянули лос, чтобы сетка совсем болела не мерить цветные пиксели там, где маски просто так? Вопрос, как я его понял, такой. Нельзя вообще обойтись без нижней маски, а просто сказать, грубо говоря, считать, что где у нас черное, то есть наложить маск-лос на черные или почти черные пиксели. Наверное, можно, но это будет работать чуть-чуть хуже. У вас стулья черные. Да, именно поэтому, да, все правильно. То есть, если у нас есть черные ножки, скажем, у стула, то в этот момент может быть плохо. То есть, непонятно, как это лос, на самом деле, определить. Ок. Вопрос, значит. Да, на самом деле, это не единственный пример, обообще, которые им не приводили. Они им прям там, ну, можно привести пример, взять какой-нибудь класс стула, для которого показывался бы стул только с одной точки зрения, а там для остальных стульев мы посмотрим, мы в трене у нас были, скажем, разные точки зрения. Дальше можем взять этот класс стула и посмотреть, может ли нейросеть предсказать, как он будет выглядеть с новых точек зрения. Оказывается, что да, вполне может, она этот стул вполне себе успешно вертит, хотя в обучении она видела его только с одной точки зрения. это тоже очень впечатляющая способность, которая, в общем, априори, априори, она, может быть, даже не ожидалась, что это бы настолько хорошо работать. Вот, оказывается, что, значит, нейросети вполне успешно могут учиться генерировать изображение. Вопрос, 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 почему, почему, например, они так хорошо работают для суперезолюшн или, скажем, даже для этой более сложной в чем-то задачи? Ну, ответ номер один заключается в том, что они, нейросети, хорошо работают для генерации изображения, изображения по той же причине, по которой они хорошо работают для распознавания изображений. Почему сверточные нейросети хорошая идея? Потому что, то есть, почему сверточные слои хорошо работают? Ну, потому что наши картинки стационарны и логично и правильно применять один и тот же фильтр, который извлекает одни и те же признаки в разных местах изображения. То есть, это регуляризация, которая соответствует типу данных, с которыми мы работаем, данные типа натуральной картинки. Вот. Но, если подумать, то генерирующая нейросеть, она использует такую же инвариантность картинок. То есть, в генерирующей нейросети в конечном итоге изображение порождается, как, то есть, мы берем какие-то признаки, домножаем разные каналы признаков на разные фильтрики и дальше складываем между собой. То есть, тот факт, что разные куски изображения, статистика разных изображения похожа в разных частях изображения, она пригождается и здесь тоже. То есть, мы можем одними и теми же фильтриками сложить разные куски изображения. Мы можем это сделать успешно с небольшим, с ограниченным количеством параметров и ограниченным количеством операций. И это то, что используется в генерирующих нейросетях. Вот. Есть как бы еще один аспект. Это на самом деле почему в некотором смысле, сложно это строго померить, но в некотором смысле генерирующие нейросети переобучаются меньше, чем распознающие нейросети. То есть, почему это происходит? Ну, если подумать, если у нас есть один обучающий пример для распознающей нейросети, то есть, у нас есть изображение с кошкой и у нас есть класс, что это кошка. Это как бы одно ограничение на наше обучение, что для этой картинки логид кошки должен быть большой, но хорошо, там может быть не один N-ограничение, а остальные логиды должны быть маленькие. В случае распознающей нейросети картинка с кошкой дает нам, ну, или, скажем, картинка со стулом дает нам десятки тысяч, даже сотни тысяч ограничений. Каждый пиксель, каждый цветовой канал в каждом пикселе дает какое-то ограничение. Конечно же, эти ограничения между собой очень сильно зависимы, независимый constraint, но тем не менее, в каждой картинке очень много пикселей, каждый пиксель как-то дает какой-то супервайзор сигнал нашей обучающей нейросети, и получается, что даже не очень большое обучающее множество содержит в себе очень много таких сигналов, и нейросеть не склонна переобучаться, даже когда обучается на относительно небольшом обучающем множестве. Вот. Вопрос в том, можно ли опять вопрос вместо можно ли использовать подобные порождающие сети для сжатия изображений, сжатия видео, ответ, это, конечно, да, это сейчас активно делается, активно применяется, это хорошо работает. По крайней мере, с точки зрения достигаемых уровней сжатия. Там, может быть, это хуже поддерживается аппаратно, и, скажем, может быть, это очень не очень выгодно по количеству операций, но в целом нейросетевые алгоритмы сжатия работают по соотношению степень сжатия качества очень хорошо. Вот. На самом деле первое свойство, то есть то, что сверточные сети хорошо используют стационарность картинок, можно проиллюстрировать даже без обучения сверточных нейросетей. Можно продемонстрировать то, что архитектура сверточных нейросетей хорошо подходит для синтеза изображений. Как это можно сделать? Давайте рассмотрим обычную типичную сверточную архитектуру, которая берет на вход какую-то картинку и порождает картинку. Часто эта архитектура также для сегментации имеет архитектуру типа unet, где у нас есть сначала downsampling, потом upsampling и есть skip connection. Давайте даже рассмотрим такой вырожденный случай, когда на вход у нас подается не какое-то изображение, а просто шум, независимый шум, допустим тензор заполненный независимыми шумами. Вот. Возьмем какую-то конкретную архитектуру специально подобранную и сначала просто посмотрим, если мы не будем эту архитектуру никак обучать, просто случайно инициализируем веса, какого-то типа картинки будут на выходе. На вход напоминаю здесь просто случайный шум. Независимый на выходе, какие-то стехастические узоры, паттерны, но при этом заметим, что это ни в коем разе не независимый шум. Мы видим вполне себе скоррелированные картинки. То есть внизу, вверху изображение, которое получается в сети, в которой нет skip connection. Там есть такие пятна какого-то характерного одного типичного размера, который определяется количеством downsampling и upsampling нашей сети. если добавить skip connection, то на самом деле это не очень видно в классе, но может быть лучше видно на экране компьютера. Там уже эти пятна разного характерного размера, эти регулярности. Видно, что изображения обладают некоторым свойством самоподобия, которое присуще обычным естественным изображениям. По крайней мере, в каком смысле, что каждое изображение соответствует новому случайному инициализации весов сети. Мы видим, что для каждого изображения характерна своя собственная гамма. Если вы возьмете и начнете фотографировать естественное изображение, то обычно количество типичных гистограмм будет меняться от изображения к изображению. То есть каждому естественному изображению тоже характерна своя собственная гамма. Это не обученная, это просто случайно инициализированная сеть, которая подали на вход случайный независимый шум. А, это выход справа. Это выход, да, выход изображения. Да, выход справа. Вот, мы можем пойти чуть дальше и попробовать как бы обучать изображение нейросети по одному изображению и с помощью этого строить новое изображение. Ну, вот конкретный пример. Да. Ну, например, мы рассмотрим вопрос, что приходит Skip Connection, приносит Skip Connection, что это меняет статистику. Ну, например, рассмотрим верхнюю стрелочку, да, она напрямую прокидывает входной шум, независимый выходной шум. Поэтому, выходную картинку. Поэтому внизу, если вы присмотритесь, на экране, наверное, сейчас вам не видно, но там как бы изображение шумное, и это просто напрямую прокинутый шум. А вверху они гладенькие, и там такого шума нет. То же самое происходит как бы на промежуточных слоях. Вот. Теперь следующий эксперимент. Допустим, у нас есть задача заполнить пропуски в этой картинке. То есть, допустим, мы знаем, что белые пиксели, они повреждены, нам надо их заполнить. Вот. Идея в следующем. Давайте возьмем нашу нейросеть, возьмем фиксированный входной шум, а дальше начнем оптимизировать веса нашей нейросети так, чтобы заматчить пиксели, значения которых нам известно. То есть мы оптимизируем вот этот вот функционал, написанный снизу, по параметрам нейросети тета. Да, в этом функционале написано, значит, возьмем маску M, где единичка соответствует пикселям, которым мы знаем. Возьмем предсказание нашей нейросети, возьмем, пусть x0 это картинка, которую мы реставрируем, на которой мы заполняем пропуски, и говорим, что для тех пикселей, которые мы знаем, мы хотим, чтобы наша нейросеть выдавала ровно их значения. А про другие пиксели, значит, мы на них внимания не обращаем, они в наш лост не входят. И оптимизируем тета. Вот. Значит, что получается? После инициализации получается такая картинка, дальше после 50 итераций получается такая картинка, после 100, после 150, 300, 500, 1000, 2000, и там к 3000 мы примерно сойдемся. Вот. Получили такую картинку на выходе из нейросети. На самом деле, это, конечно, не стоит в Zart and Painting. На этой картинке есть артефакт, если присмотреться. Скажем, вот здесь четко выраженный артефакт. Ну, например, полки с книжками заполнены вполне себе реалистично. Да, если знать, где дырки, то, конечно, эти дырки найдете, но в глаза они на удивление не бросаются. То есть сверточная нейросеть, зафитив известную часть картинки, неизвестную, заполнила согласно тому внутреннему прайеру, который эта архитектура в себе содержит. И прайер заключается в том, что сверточная нейросеть стремится создавать самоподобные картинки. Это не обязательно, это довольно-таки универсальный прием. Его можно применить для повышения разрешения. Давайте теперь возьмем, обучим нейросеть тоже под одну картинку низкого разрешения. То есть оптимизируем параметр нейросети так, чтобы она выдавала некоторую картинку, которая после даунсэмплинга, после уменьшения размерности, будет матчить нашу картинку низкого разрешения. То есть наш функционал — это разница между даунсэмплингом выхода нейросети и картинкой низкого разрешения. Если мы будем проводить оптимизацию, то начало — 50 итераций, 100 итераций — 150, 200, 500, 1000, 2000. Вот. И если присмотреться к этой зебре, даже на экране, у нее будут довольно резкие, четкие черно-белые перепады. На вход тоже шум. И заметьте, что существует, мы в этом еще потом поговорим, некоторое, значит, бесконечное множество картинок, которые при даунсэмплинге дают нашу зебру низкого разрешения. То, какую именно картинку дала на нейросети, она как бы это отображает, какой именно prior, какая именно склонность наша нейросеть имеет. в задаче генерации. И оказывается, что наша, опять-таки, нейросеть имеет склонность давать нам резкие, самоподобные изображения. А вот могу вам еще вопрос. Мы оптимизировали веса, да, в этой сети? Да. Хорошо. А как им будет такое изображение? То есть более четкое? Ну, еще раз, мы оптимизируем веса нейросети, получаем картинку более высокого разрешения, чем входная, и дальше наш лосс заключается в следующем. Берем нашу выходную картинку, даунсэмплим ее и сравниваем с нашей картинкой низкого разрешения. А, понятно. Ну, по сути, ну, да, я помню, то есть у нас как бы нейросеть давала на выходе в зопу? Да. Да. Да, там в чатике был вопрос, я присоединюсь, на прошлом примере, когда у нас были артефакты на картинке, что мешало вообще сетке прокидывать просто исходные пиксели там через скидка. Еще раз, на вход нейросети и в этом примере в предыдущем подается не входная картинка, а подается просто карта шума. Карта, заполненная шумами. Ну, вот там, где были артефакты, там тоже подавался прям шум? Везде подавался на вход шум, а как бы картинка сама, она как бы запоминается, матчатся за счет оптимизации параметров нейросети. А, спасибо. Можно еще вопрос? Да. У нас получается веса под каждую картинку свои, да? Да, то есть здесь не происходит никакого обучения на датасете картинок, здесь мы как бы впитимся под одну картинку. Причем это довольно медленный процесс, то есть это непрактичный способ, скажем, заполнять пропуски на картинках. Гораздо, если вам нужно на самом деле построить нейросети, которая заполняет пропуски на картинках, то гораздо лучше и практичнее обучить нейросети на большом датасете картинок заполнять эти пропуски. Это будет работать за один прогон по нейросети, а такой способ, во-первых, он не достигает, как бы стоит удар, сильно не достигает, а во-вторых, он очень медленный. Надо сделать, скажем, 3000 forward-backward прогонов. Но тот факт, что эти дырки заполняются, он интересный и неочевидный. Можете лосс еще раз вернуть для вот этого? Просит вернуть лосс, для которого мы здесь оптимизировали. Вот он. Что такое M? M — это маска известных пикселей. — А, маска известных. — Да. — А, то есть они рассветят, а они не будут? — То есть этот лосс, говоря о том, что мы хотим матчить только те пиксели, которые мы знаем, а в пропусках мы у вас не считаем. Пропущенные пиксели мы в пропусках мы у вас не считаем. — А то есть строку в пропущенные пиксели, но так получается в целом они не похожи? — Так получается, что они заполняются по самоподобию, да. — Из-за того, что пиксели выключены. — А вот еще вопрос. Когда вы говорите, что можно обучить на большом датасете, там уже делается без скидка, конечно, никак. Вот если мы обучаем реально на большом датасете... — Ну, там мы на вход уже будем подавать не шум, а там будем подавать на вход в картинку. Можно использовать скидконнекшены. Так получилось, что... Так совпало, что ровно в прошлый четверг ночью мы подали статью, которая как раз достигает State of the Art по inpainting, и там как бы... Ну, State of the Art достигается ResNet. То есть без длинных скидконнекшенов просто с residual коннекшеном в отдельных блоках. Но и на этом тоже можно пользоваться. Просто он работает хуже. обучается, она все равно обучается из вот этого вектора, они прокидывают те части, которые... Ну, про архитектуру для таких задач я... На самом деле, давайте я поговорю про нее позже, у меня будет прям отдельный слайд. Я вернусь к этому вопросу. ок. Хорошо, спасибо. Нет, еще раз, итерация, это просто мы берем входной шум. На самом деле, можно его менять от итерации к итерации, что интересно, можно не менять. если менять, получается, если как бы, начни, чуть лучше этот логаритм работает, если входной шум чуть-чуть менять, не совсем менять, а чуть-чуть дополнительно менять. Итерация, но в принципе нормально работает, если входной шум зафиксировать. Мы меняем вход, у нас как бы, давайте считаем для простоты, что он не меняется. Что меняется, это параметры нейросети. Мы делаем просто градиентный спуск, SGD, ну или Adam, параметры, пространство параметров нейросети. Вот. Это как бы еще один способ, еще одна иллюстрация. Давайте я ее проскочу, потому что уже слишком много времени. Окей. Идем дальше. До сих пор мы с вами обсуждали использование попиксельных лоссов. Скажем, мы смотрели, например, с Super Resolution, где мы обучали сеть с попиксельным лоссом. На самом деле это не оптимальный выбор лосса по следующей причине. Давайте представим, что у нас есть, ну вот мы учим очень-очень большую сетку с очень-очень большой капасити. И, значит, мы учим на очень большом датасете. казалось бы, ну, она может выучить все идеально. Но есть одна проблема. Для одной и той же картинки низкого разрешения существует, как правило, существует как бы целое семейство правильных ответов. Существует целое семейство картинок высокого разрешения, которые при даунсэмплинге дают эту или почти в точности эту картинку низкого разрешения. И все эти картинки будут правдоподобными правильными ответами. то есть, что это будет естественное изображение с естественной статистикой. И, разумеется, тогда наша нейросеть может переобучиться под наши обучающие данные, для этой конкретной церкви, для этой картинки низкого разрешения и соответствую эту конкретную картинку высокого разрешения. Но если мы будем показывать в нашей нейросети много-много-много-много-много-много данных и добьемся из того, что переобучения не будет или почти не будет, тогда, по идее, наша нейросеть должна выдавать с подпиксельным лоссом что-то среднее. Среднее по всем возможным ответам для данной картинки низкого разрешения. Ну, или иными словами, давайте я проиллюстрирую картинку таким образом. Вот у нас есть два многообразия картинок. Красное – это многообразие картинок низкого разрешения, а черное – это многообразие картинок высокого разрешения. Эти два многообразия, они, конечно, в очень высокоразмерном пространстве, и при этом они еще очень кривые. Почему они кривые? Потому что, не знаю, возьмем, например, зебру. Вот. Картинку с зеброй. Начинаем ее немножко двигать. То есть подвинутые зебры – это по-прежнему естественное изображение. То есть это как бы плавно двигая зебру, я получаю, по идее, некоторую траекторию на многообразии естественных изображений. Но при этом, если нарисовать мою траекторию как бы в эвклидовых координатах, где по осям значения моих пикселей, то у меня как бы в каждом пикселе будут, как бы интенсивность будет очень сильно скакать. От черного к белому, от черного к белому. То есть в эвклидовых координатах моя траектория будет очень-очень кривая, с очень большой привязной. И в целом, при этом, если я вместо этого, вместо того, чтобы двигать зебру, возьму и добавлю к ней какой-нибудь небольшой шум, то картинка перестанет быть естественной. Потому что это будет случайный шум, и это не естественный сигнал. То есть мы видим, что как бы естественные картинки образуют такое многообразие очень большой кривизны, если мы будем на них смотреть как бы в эвклидовых координатах. Вот. Поэтому картинка, значит, схематически устроена как-то так. У нас есть в одном пространстве более низкой размерности красное многообразие, в другом пространстве более высокой размерности черное многообразие. И наша, значит, наша сеть, она берет какую-то точечку на красном многообразии, а дальше эти точки на красном многообразии могут соответствовать много разных картинок, много разных точек на черном многообразии, которые соответствуют чуть-чуть сдвинутым вариантам друг уносить на друга. Вот. Значит, допустим, мы учим сетку с попиксельным лосом, то есть минимизировать квадратичную или там среднюю квадратичную ошибку. Кстати, у меня во всех формулах была сумма. Когда вы это прогаете, всегда берите не сумму, а среднюю. Это гораздо проще отлаживаться, гораздо проще там метапараметры выставлять и так далее. Вот. Так вот, значит, вопрос, какой будет, значит, идеальная нейросеть, которая не переобучается, которая там, которая есть бесконечной капасити, бесконечное количество обучающих данных. Какой она будет предсказывать ответ? Да, она будет выучить, то есть предсказывать байсовская оптимальная картинка, которая находится здесь для этого лоса. Вот. И мы видим, что эта картинка, она не будет лежать на многобраде естественных картинок. Она будет с усреднением чуть сдвинутых, пошевеленных картинок, и это будет размытая картинка. Вот. И это на самом деле наблюдается. То есть картинки, которые получаются супер... Сети для суперрезолюшена, даже большой, даже долгобученный, они получаются чуть более размытые, чем естественные картинки. Нет, для данного случая наше обучение такое, что у нас есть... У нас мы построили, допустим, датасет картинок, где у нас есть картинка низкого разрешения, картинка высокого разрешения. Мы считаем наш лос в высоком разрешении. Но у нас каждый раз, когда мы берем такую пару, у нас есть какое-то красное изображение и случайным образом выбранное синее изображение. Поскольку этот выбор как бы абсолютно стахастический, грубо говоря, как атомы в мире стали, то наша нейросеть неминуемо будет предсказывать что-то среднее. Ну, в обучающей выборке скорее будет одна из этих синих точек. Но нейросеть, ну, просто научиться по этой красной предсказать какую-то одну корректную синюю точку, это будет переобучением. Потому что с таким же успехом, ну, как бы в идеальной обучающей выборке, в которой включаются все возможные пары, да, у нас будут все пары, состоящие из красных точек, и каждая из этих синих точек, да. Поэтому нейросеть, которая обучается так, что у нас очень большая обучающая выборка, неминуемо начнет предсказывать голубую точку, бирюзовую точку. Вот. Это, значит, то, что происходит как бы конституальная визуализация. Значит, что делать? Нам, чтобы преодолеть эту проблему, нам надо построить некоторый лосс, который как бы, то есть на каждой итерации, когда у нас правильный ответ — это одна из этих синих точек, темно-синих точек, он бы выдавал бы большой лосс, если наша нейросеть предсказывает бирюзовую точку, но при этом выдавал бы маленький лосс, если бы мы вместо одной синей точки предсказали бы другую синюю точку. То есть нам нужен лосс, который вот для этих двух точек маленький, а для этих двух точек большой. Вот. Давайте этот лосс сконструируем. Для этого мы сделаем следующее. Мы возьмем нейросеть, предобученную на классификацию изображений. Вот. Что мы знаем про классификационные сетки? Мы знаем, что они стремятся не обращать внимания на небольшие сдвиги во входном изображении. Причем они это делают по двум причинам. Они добиваются этого как бы двумя путями. Во-первых, они учатся это делать, потому что, ну, мы учим это там с data augmentation, но и в целом, как бы, поскольку класс картинки не зависит от небольшого сдвига, значит, фильтрыки из нейросети подстраиваются так, чтобы небольшой сдвиг не приводил бы к изменению более глубоких признаков, ну, или приводил бы к маленькому изменению более глубоких признаков. Во-вторых, при наличии max-пуллингов, как мы с вами обсуждали, это свойство, вообще говоря, зашито в нейросети уже на архитектурном уровне априори еще до того, как мы начали ее обучать. Вот. Но это как раз то, что нам надо, да, то есть теперь вместо того, чтобы попиксельно сравнивать предсказанную картинку Ground Truth, мы вместо этого будем сравнивать не сами картинки, а признаки, которые для этих картинок получаются, если пропустить их через часть, через часть распознающей нейросети. То есть мы вводим нашу распознающую нейросеть, возьмем первые сколько-то слоев, первые L слоев, и возьмем и сумму по всем каналам на этом L слое, значит, сумму квадратов разности в каждом пикселе. На самом деле, чтобы не разбираться, не выяснять, какой именно слой нам брать, мы можем взять, допустим, большой, ну, много разных слоев. Допустим, все слои перед MaxPooling. И там получаем еще первую сумму, сумму по L в некотором списке слоев. На самом деле, следующее развитие этой идеи, что мы можем как-то выучить веса термов в этой сумме, слагаемых в этой сумме. То есть, с каким весом надо брать разные слои, даже разные карты в каждом слое, так, чтобы это максимально соответствовало суждению людей, похожи картинки или не похожи. Это тоже можно сделать. Это называется Learn Perceptual Similarity. и работает чуть лучше, чем лос, где мы просто берем и суммируем. Вот. Да. А как мы можем выучить такую штуку-то? То есть, надо же что-то, что мы можем измерить? Да. Выучить эту штуку, на самом деле, если вы не понимаете, о чем сейчас идет речь, то не обращайте внимания. Я просто буду его здесь запутать. Но для тех, кто понимает, следил за мыслью, значит, мы берем, сажаем кучу-кучу-кучу асессоров, показываем им разные триплеты картинок, где они говорят в каждом триплете, какие две картинки больше похожи. То есть, на какую спрашиваем среднюю, на какую из двух картинок, левую и правую, больше похожа средняя картинка. Получаем такой, как бы, ground truth, псевдо-ground truth, пользовательские предпочтения, и фитим в этот дата-сет. А потом пытаемся через такие измерения как бы численно прикинуть градеерам? Нет, на самом деле мы можем просто взять и выучить, по сути, линейный классификатор. У нас есть... Да, можем просто... Ну, то есть, там можем... Учим просто линейные веса в этой формуле. Здесь у нас как бы все веса по единице, мы учим линейные веса. А мы учим эти веса для слоя для каждого, то есть один там слой с весом. Если я правильно помню, в L.Pipsy они учили даже веса для отдельных карт. Я могу ошибаться. Вот мне кивают с места. Ну, вот я, наверное, на самом деле уже начал пудуть народ. Наверное, L.Pipsy надо было объяснять через отдельный слайд. Давайте, может быть... То есть, давайте забудем про L.Pipsy, чтобы не завязнуть. На самом деле, Perception Loss, как написано на этой формуле, работает не сильно хуже, только опять-таки его надо программировать через среднее и не через сумму. Еще раз мы берем распознающую нейросеть, которая обучена для классификации на имичнете. Вот. И используем ее вот ровно таким образом для, скажем, задачи суперрезолюшн. Да, нейросеть при этом не обучается. Она фиксирована. Да, вопрос поступил, как обучать такую метрику, но давайте его сейчас запустим. Статья, где я обучалась, называется... Ну... Она называется что-то вроде странная, что-то... Strange efficiency of Perception Loss или что-то в этом роде. Это из лаборатории последнего автора Refers. Вот, кстати, интересно, до какого слоя вообще это важно? То есть, до какого слоя это раздвигаем, а дальше? Частый выбор, что мы в список слоев включаем все слои перед MaxPulling вплоть до последнего. Мы можем включить вообще все слои, просто это будет менее-менее эффективно. Вот. Важный момент, не знаю, это очевидно или нет, что... Ну, это хороший лосс, потому что мы можем делать backprop через эту нашу предобученную сетку, да, то есть нам нужно будет делать backprop, чтобы обучать с таким лоссом, и в этом проблем нет, потому что это обычная сетка. При этом этот backprop, он нам дает какие-то градиенты по параметрам этой нейросети, да, которые мы используем, чтобы измерить этот лосс. Но мы этот градиент никак не используем, то есть в процессе обучения это довольно частая ошибка, частый баг, что начали учиться и не отключили, и не отключили update сети, который меряет лосс. Очень частый баг. тогда это вот типичный гадкий баг в deep learning, когда все работает, но хуже, чем... То есть ничего не падает, все работает, но получается не так хорошо, как ожидалось. Вот. То есть мы не используем этот градиент по параметрам измеряющей нейросети для того, чтобы... то есть сеть не обновляется, она фиксирована. Вот. Ну и, значит, еще раз, то есть мы добиваемся нашей цели, потому что лосс между двумя темно-синими точками маленький, да, потому что наши признаки в распознающей нейросети, они похожи для двух слегка двинутых изображений, а лосс между синей и бирюзовой точками, он большой, потому что бирюзовое изображение, оно размытое, а наша распознающая нейросеть, у нее как бы они, у нее фильтрики будут, как мы знаем, много будет фильтров, которые ловят, даже на самом первом слое, которые ловят, как бы, они high frequency, они ловят высокие частоты, и с точки зрения высоких частот бирюзовая картинка размытая и синие картинки неразмытые, они очень разные, поэтому лосс между бирюзовой и системно-синей картинкой будет большой. Мы убили двух зайцев одним выстрелом. Еще раз, мы можем это использовать в самых разных задачах, в которых мы обучаем нейросеть выдавать какое-то изображение, задача суперизрешения, мы это используем как лосс между ground truth и предсказанной картинкой. да. Вот. Что касается архитектуры, был вопрос по архитектуре. Вот хорошо работает архитектура типа такой. у нас есть вход, дальше применяется несколько как бы сверток с даунсэмплингом, без макспуллинга, возможно, со страйдом. Дальше у нас есть несколько резидиал блоков, так называемая колбаса с резидиал блоками. Она может быть достаточно длинной. и дальше абсэмплищие блоки с апконволюшнами. Да, это этап конволюшн. Ну, макспуллинг здесь, потому что у вас как бы сейчас как это объяснить, ну, макспуллинг, его тяжело обращать. То есть тяжело построить нейросеть, которая, скажем, выучивает обратно преобразование к макспуллингу. То есть ваша сетка, например, тогда ей будет очень тяжело выучить identity преобразование. И это плохо. Мы говорим по архитекту именно для для задач подобных. Ну, для задач, например, подобных такой, где мы берем на вход раздутую, размытую картинку без высоких частот и хотим предсказать для нее высокие частоты. Сейчас, ну, когда-то и на самом деле у нас повышение разрешения. Да, задача повышения разрешения. На самом деле будет, мы сегодня еще увидим такие задачи. На самом деле таких задач много. Например, задача деноидинга сразу же ложится в этот формат. У нас есть на вход картинка с шумом. мы хотим на выходе предсказать картинку, с которой шум убран для самых разных шумов. Такая же архитектура хорошо подходит. Или задача, извиняюсь, что перевеваю, задача для заполнения пропусков и пейтинга, про которые мы сегодня уже говорили. То же самое. Когда вы говорите про высокие частоты, то есть по сути это какие-то более мелкие четкие детали? Да, детали, которых не хватает на картинке, поскольку мы просто применили к ней байкюбик обсамплинг, например. Ну, рефлекшн пейтинг это один из способов пейтинга, про который мы говорили, да, то есть в этой конкретной архитектуре, в этой конкретной реализации они сразу увеличивают картинку. Рефлекшн пейтинг, то же самое, что мир пейтинг, когда мы раздуваем картинку, отражая ее контент относительно границ. Residual блок это то, что состоит из нета, то есть на вход tensor, свертка там одна, или две, допустим, да, и дальше skip connection, здесь стоит плюсик, то есть цель свертки посчитать добавочку, на выходе у нас здесь свертка, здесь просто плюсик с обходом. Еще раз, то есть Residual блоки они вот здесь нет, почему у нас эти свертки они могут не менять количество каналов, нет, тут везде первое первое число это количество каналов, то есть вот здесь она разная, но хорошо, значит мы добавляем не всю часть, а только до обрезаем. А между downsampling и upsampling блоком нет каких-нибудь связей? connection нет, да, как в финете, а вот этих связей нет. вот это архитектура статьи, которая популяризировала, предложила, на самом деле там были более ранние статьи, которые предлагали, тоже до советской Италии, они тоже размножили, но эта статья, она как бы, она, ну и в нашей группе была статья, но это статья для одной вероятной задачи, но Джонсон Наталья, они популяризировали эти лосы, обычно на них ссылаются заслуженно, что они показали, что это хорошо работает, эти perception лосы для целого набора задач. Вот пример из их статьи, да, они взяли одну и ту же архитектуру с предыдущего слайда и обучили ее с попиксельными лосами и с perception лосами, которые мы с вами обсудили, то есть этот вот прием с распознающей сетью называется perception лос, для perception лоса обычно лучше всего работает VDG архитектура. Вот. Значит, что мы видим на этой картинке? Слева мы видим ground truth, включая фрагмент ноги лошади. Следующая колонка, это значит, мы делаем bycubic upsampling, по-моему тут четыре раза. То есть мы берем ground truth, downsampling его в четыре раза, дальше делаем обратно bycubic upsampling и получаем результат во второй колонке. В третьей колонке мы вместо этого, вместо bycubic upsampling, то есть мы берем bycubic upsampling, применяем к ней архитектуру, обученную с по-пиксельным лосом среднего тратичная ошибка, получаем почти такой же, почти, то есть почти не получаем прироста четкости по сравнению с bycubic. Это довольно сложная картинка. И крайний правый столбец это архитектура, обученная с perception лосом. И видим, что ноги лошади гораздо более четкие. При этом, если мы посмотрим, скажем, на первое число, первое число это грубо говоря, десятичный логарифм от нормированного десятичного логарифма от среднеквадратичной ошибки, чем больше, чем меньше среднеквадратичная ошибка, то есть минус логарифм, PSNR так называемый. Вот, мы видим, что среднеквадратичная ошибка, она лучше в третьей колонке. 2342 это лучше, чем в 2190. Но при этом как бы качество визуальное для нас, для людей лучше в четвертой колонке. они стали как бы неидеальны, но еще один пример, на самом деле там тоже можно заметить, формат точно такой же в этой картинке, кроме того, что в предпоследнем столе добавлен некоторый, ну, некоторый, сетка со второго слайда нашей лекции, тоже обученная с ледоволосом, просто другой архитектурой. Вот. И мы видим, что да, тоже как бы более четко картинка получается с Perception. На самом деле там есть некоторые артефакты, если присмотреться, если зазумиться, но они как бы вся эта картинка выглядит лучше. Выглядит, как будто ее нарисовали. Не сфотографировали, а нарисовали. Более мультяшные. Ну, да, немножко, немножко есть. тоже предпоследняя большая. Ну, так вот. Ну, последняя все-таки, предпоследняя все-таки более размытая, чем, то есть, сравнивая с Ground Truth, она существенно более размытая. А эти артефакты, они взялись из обучающего множества для сети, которая меряет лосс? Эти артефакты взялись из архитектуры на самом деле нейросети, которые меряют лосс. лосс. произошло следующее этот важный как бы аспект, что произошло. Сеть, которая делает суперезолюшн, нашла некоторый вид артефактов, которые, если их добавить в выходную картинку, приводит к тому, что лосс понижается. Здесь некоторый какой-то паттерн регулярный, это не шум, на самом деле. То есть, тем, кто в классе, это не будет видно, тем, кто на экране это рассматривает, можно присмотреть, приблизиться и увидеть. Вот эта вот сеточка, она как бы, если вы добавите к картинке, то Perceptual Loss с Ground Truth даже станет меньше. И нейросеть это выучилась. Она переобучилась, грубо говоря, под некоторые особенности, под архитектуру этой распознающей сети. А можно предыдущий еще слайд? Вот там на правой картинке появились какие-то блики на поле, то есть, как будто там вода налетала. А выше вот да, слева от игроков. этот, наверное, тот же самый эффект. Это тоже из-за архитектуры, Ну, это то есть, на самом деле я не знаю ответ на этот вопрос, то ли сетка просто переобучилась, то ли, но все скорее это тоже переобучение тоже из-за архитектуры этого VGT-сетки. Окей. В принципе, с Perception Loss они настолько мощные, что с ними, например, можно выучить нейросеть, которая берет на вход карту семантической семантической сегментации и выдает на некоторые почти реалистичные изображения. еще раз. Еще один пример, То есть, мы можем обратить задачу семантической не только классификации на каких-то синтетических стульях, а можем обратить задачу семантической сегментации на реальных изображениях. Берем датасет дорожных сцен, размеченный на 20 примерно классов, 30, и учим нейросеть, которая берет на вход Tensor, где в каждом пикселе one-hot закодирован соответствующий класс, и эта нейросеть пытается предсказать реалистичную картинку, которая могла бы эту сегментацию породить. Мы обучаем нейросеть по сути с Perception Loss между предсказанием и Ground Truth. На самом деле все не так просто. Во-первых, нужно взять довольно хитрую архитектуру, чтобы это работало. Видимо, это нейросеть, которая потихоньку производит череда блоков. Каждый блок работает в большем разрешении, в два раза больше разрешении, чем предыдущий. Сначала каждого блока мы конкатинируем нашу карту классов. Кроме того, наш Loss несколько хитрее, чем то, что я сказал. Хитрее он следующим образом. Наша нейросеть предсказывает не один вариант, а много вариантов. То есть она предсказывает пять разных вариантов, и когда мы считаем Loss, мы штрафуем наилучше из этих вариантов. То есть мы считаем Loss относительно наилучше из этих вариантов. На самом деле даже еще сложнее. мы берем мы берем пять вариантов и из них рекомбинируем идеальный вариант для данного ground rule. И это дает небольшой прираст. Но, тем не менее, как бы со всеми этим приемами мы можем обучить подобную нейросеть. Дальше для этой задачи сейчас уже научились получать гораздо более классные результаты, используя Adversarial обучение, про которое мы поговорим через одну лекцию. Первые такие хорошие результаты для этой задачи были получены только в этой статье. Хороший вопрос, почему несколько вариантов? Ну, на самом деле, давайте посмотрим на картинку, которая получается. Что бросается в глаза? Ну, кроме размытости. Размытости некоторые, конечно, есть все равно. Окей. На самом деле, если не всматриваться в мелкие детали, что еще бросается в глаза? На самом деле... Вот отсутствует тени. ну, окей, ладно. Значит, что я намекаю, это то, что все машины серые. Вот. И на предыдущей картинке тоже все будет серые. Ну, вообще все серые, в том числе машины. Машины, на самом деле, бывают белые, красные, синие, желтые и так далее. Fun fact, пошла работать в Samsung, начал ездить в Корею, выяснилось, что в Корее все машины бывают или желтые, если не такси, или белые, серые и черные. другие цвета почти не бывает. Мы рассказывали про каких-то гремык из России, которые приехали, купили красную, по-моему, машину, потом кого езжали, не могли ее продать. Вот. Почему есть, значит, такие... в чем проблема? По карте сегментации совершенно непонятно какого цвета машина. Поэтому нейросеть... Но, опять-таки, происходит то же самое, то есть этот эффект усреднения, он не до конца преодолевается perception loss, ну, потому что, по крайней мере, признаки, особенно в начале нейросети, для красной машины, для синей машины, для зеленой машины, они будут все разные. Поэтому нейросеть предсказывает машины того цвета, который ближе всего к среднему, то есть серого. Поэтому вся машина оказывается серыми. Вот. теперь, что касается этого multiple choice learning, когда мы предсказываем много разных вариантов, тут у нас, по крайней мере, нейросеть, у нейросети появляется возможность выучиться предсказывать машины разных цветов, а дальше наш loss автоматически выбирает для каждой машины тот цвет, который на самом деле в ground truth. Это то, как это должно работать. мы видим, что здесь эта идея до конца не срабатывает, но по крайней мере на машинах, но там, скажем, в каких-то других аспектах она может срабатывать. То есть понять. Ну, они показывают сравнение и действительно картинки чуть более разнообразные, чуть больше деталей. как минимум скажем форму машин, то есть если без этого loss она будет какая-то совсем усредненная. Тут какие-то фары какого-то определенного фасона поступают. Вот странно, что светофоры серые. светофоры тоже серые, она не выучивает, что на светофоре должен гореть один сигнал. Всключительно странно. Сверх всегда красный. Не бывает по-другому. Не был другой обучающий выборки. Да, иногда в обучающей выборке красный горит, иногда горит зеленый. Но они всегда горят на одном месте. Ну, типа красный сверху, зеленый. Она могла бы выучить зажигать рандомно один из них, но не выучил. Вот. То есть это молотипа участие с лернинг до конца не работает. На самом деле молотипа участие с лернинг это самая простая реализация идеи, что нам нужна нейросеть, которая выдает некоторое распределение по картинкам, а не одну картинку. Обычно на самом деле это реализуется так, что у нас есть, то есть на вход принимается какой-то источник шума, то есть принимается в виде какой-то источник шума, и этот шум используется предсказанием. Мы поговорим про это еще в следующих лекциях. Окей, давайте продолжать. Вроде 36. А следующий класс лоссов похож на предыдущий, который позволяет сравнивать текстурные свойства изображений. В частности, который позволяет понимать, похожи текстуры или нет. Текстуру определить не очень просто, но давайте скажем, что это некоторые изображения, которые обладают некоторой пространственной стационарностью. Вот. И сравнивать их напрямую тяжело, то есть мы хотим, чтобы картинки, две картинки слева были бы похожи, две картинки справа были бы не похожи, при том, что даже скажем, по гистограммам, по цветам, может быть, по статистике каких-нибудь совсем локальных перепадов картинки справа вроде похожи, но мы видим, что две картинки справа это разные картинки, а две картинки слева это явно одной туже текстуры содержат. Вопрос, как это померить, как придумать такой лосс, который будет это отлавливать. Вот лосс, который предлагается в данном случае следующий, называемый грамм лосс. Мы берем входное изображение, пропускаем его опять через некоторые слои распознающие нейросети, доходим до эльтового слоя, дальше на этом эльтовом слое считаем матрицу грамма, которая устроена следующим образом. Мы берем всевозможные пары каналов и рассматриваем каждый канал как некоторый вектор, то есть вытягиваем его в вектор и берем скалярное произведение между этими двумя векторами. Берем все со всеми, получаем матрицу. Ну да, берем получаем симметричную матрицу, если в этом вопрос. Что вы садитесь вначале L? L это номер слоя нейросети. А берем мы какой-то сам последний лос? Ну, значит, дальше мы определяем наш лос как сумму по нескольким слоям, то есть сумму по нескольким слоям от этих лос. То есть внутри каждого, для каждого слоя считаем поэлементную разницу между этими матрицами грамма. Мы смотрим на локальную корреляцию между каналами в наших тензорах, которые получаются в нашей нейросети. Нейросеть по-прежнему предобучена для распознавания, обычно это VGG нейросеть. Вот. Мы можем этот лос использовать, например, для того, чтобы синтезировать новые образцы той же самой текстуры. Как это можно делать? Мы берем, инициализируем некоторые изображения случайным шумом, а дальше, например, мы можем просто делать градиентный спуск в пространстве изображений, начиная из этого случайного шума, который бы минимизировал этот лос. Это то, что происходит на этой картинке. Вот. В зависимости от того, от нашей случайной инициализации, у нас будет получаться разная реализация текстуры образца. То есть, что здесь может непонятно этой картинке, то есть, мы берем, то есть, L от X это текстурный лос между текущей картинкой X, которую мы оптимизируем, и некоторым образцом X0. Почему мы не будем к X0 сходиться? Почему вопрос, почему мы не будем сходиться к X0? Мы будем сходиться к разным локальным минимумам, которые будут отличаться от X0. X0 это глобальный минимум, то есть, мы будем достигать других случайных локальных минимумов, в которых тоже будет очень маленький лос. Можно тоже вопрос? Да. А почему мы матрицеграмму взяли? Какая философия была? Почему, откуда берется матрицеграмма? это на самом деле, то есть, это идет еще из вот этого статьи нижней 2000-го года, где вместо каналов нейросети брался просто банк фильтров выявленных и говорилось, что текстуры характеризуются тем, то есть, смотрите, во-первых, эта матрица грамма, она это довольно богатая характеристика, то есть, допустим, в VGG у нас там 512 карт на каких-то глубоких слоях, то есть, мы получаем 512 в квадрате пополам признаков. А с другой стороны, внутри матрицы грамма прячется пулинг по всему изображению, эта вот сумма по k, она опять-таки везде, где у меня написано сумма в текущей лекции, лучше программировать среднее. Здесь k это сумма по всем пространственным позициям. И это обеспечивает вот это свойство стационарности, что если мы возьмем, скажем, изображение, как-то его локально на нем кусочки перемешаем, то наша матрица грамма сильно не изменится. Здесь получается то же самое, что с установлением части изображения. Здесь как бы более, то есть, здесь мы навязываем, здесь мы более, то есть, в Perceptual Loss у нас есть как бы мы делаем нечувствительность к небольшим локальным сдвигам. Здесь мы делаем как бы нечувствительность даже к сильным перемешиваниям. То есть, если у нас есть какой-то фрагментик нейросети, извините, фрагментик изображения, то независимо с того, где именно он встречается на нашей картинке, он даст один и тот же вклад в матрицу грамма. За счет того, что у нас здесь есть пуллинг, это сумма по всем пространственным позициям. А еще раз, ижи в этой формуле это номера каналов в нашем тензоре. L это просто номер слоя нашей нейросети. То есть, мы берем по всем наборам каналов? Во всем парам каналов мы берем для каждой пары каналов мы суммируем, наберем скаляно-празделение, то есть, мы берем сумму по всем пространственным позициям k, k пробегает все пространственные позиции. Я мог бы это написать через x, y индексы, через двумерные индексы. Вот, может, это было бы чуть понятней. А еще раз, ижи это номера канала. А k это просто индекс... k это положение на картинке, да. Координаты на картинке. А или это номер слоя? Или это номер слоя, да. То есть, мы перемножаем два канала друг на друга, то x получается такую среднюю среднюю. Да. Вот, и для всех пар получаем такую матрицу. Вот. Получив такой лосс, мы опять-таки можем ее backprop через нашу сетку, через VDG, и умея backprop мы можем делать это градиентный спуск в пространстве входного изображения. Опять-таки здесь у вас нет никакой стахастической оптимизации, здесь у вас как бы ваши переменные, которые вы оптимизируете, это картинка, единственное, только что мы ее инициализируем случайно. Дальше никакой стахастичности нет, поэтому, например, в этом месте можно использовать квази-ньютоновский метод, и результаты будут чуть-чуть лучше. Это, если вы скажете, там, возьмете в поиторчении адама LBFGS, то он будет чуть-чуть лучше работать. Нет, мы берем сейчас, чтобы посчитать лост между двумя изображениями, мы для каждого из них считаем матрицы грамма, дальше берем поэлементную разность между этими матрицами грамма. Вот, примеры работы. Справа изображение образец, слева изображение получено в результате оптимизации, и что это были очень впечатляющие результаты сильно лучше, чем State of the Art в этой задаче на момент появления. Ну, в данном случае прямо это было визуально видно, что никто не... Да, просто было гораздо лучше, чем все, что было до этого, в этой задаче. даже для не очень стационарных изображений, которые, может быть, неправильно осматривать как текстура, все равно получается что-то красивое, что-то интересное. А вот, дальше эта же группа предложила, развила эту идею, то есть, ну, это не в этой статье, развила эта идея до задачи, до стилизации изображений. Допустим, они, точнее, они продолжили способ взять фотографию, взять образец текстуры, точнее, взять стилевое изображение, то есть, берется фотография набережной в Тюбингене, берется картина «Звездная ночь» Ван Гога, и дальше фотография из Тюбингена перерисовывается в стиле Ван Гога. Как это делается? Это делается просто, значит, таким же образом, что мы берем, инициализируем картинку с шумом, дальше делаем градиентный спуск, начиная из этого шума, но при этом наш лосс, он теперь содержит два терма. Один из этих термов текстурный, и этот текстурный лосс меряется с стилевой картинкой, то есть, с Ван Гогом. То есть, мы хотим, чтобы входное изображение текстурными характеристиками было похоже на Ван Гога. Да, текстурный лосс это то, что мы перед этим. А второй терм это content loss, это как раз perception loss с фотографией. А зачем мы инициализируем все шумом? Почему не начинать с... Можем начинать с фотографии. Да, можем. я рук на течение не дам, но думаю, что будет работать примерно так же. Может быть, они даже инициализируют фотографии. Вот. Важный нюанс. Мы берем разное множество слоев в этих двух термах. То есть, для perception loss мы должны, в данном случае, мы берем более глубокие слои, а на мелкие слои, на слои в начале нервности мы не смотрим, потому что стилизованное изображение для неглубоких слоев будет очень сильно отличаться от фотографии. Вот. А текстурный loss мы включаем в том числе и мелкие слои, близкие ко входу. Да, мы здесь оптимизируем только по x, сама сетка фиксированная. Фиксированная обычно это VGG, предобученный на ImageNet. Вот. Ну и, соответственно, сейчас этим университетом уже не удивишь. Опять-таки, тогда, когда они выкатили эти результаты, это был тоже, это был state of the art с большим отрывом. Дальше появилась идея, в том числе у Димы Ульяновой. Давайте выучим, значит, улучшим предыдущий метод, который требовал долгой оптимизации. Вместо этого заменим долгую оптимизацию нейросетью, которая, допустим, на случай, скажем, текстурного синтеза, принимает на вход тензор-шум и выдает образец текстуры с помощью одного прохода. И мы эту нейросеть будем учить конвертировать тензор-шум или набор тензоров-шум в этом случае в образец текстуры и будем отучить эту нейросеть с нашим текстурным лоссом, с данным образцом. Еще раз мы берем, фиксируем образец текстуры и для этого фиксирования образца текстуры обучаем нейросеть, которая может выдавать нам много-много разных образцов еще этой текстуры. Нейросеть обучается с нашим текстурным лоссом. На вход мы подаем разные шумы в процессе обучения и в процессе тестирования тоже. Значит, в чем плюс? Плюс в том, что пока нейросеть обучена, мы можем очень быстро, без оптимизации, получать новые образцы текстуры. В чем минус? Минус в том, что нам нужно предобучать эту нейросеть. Значит, алгоритм Gattis et al, они, для генерации нового образца требуют проводить оптимизацию. Что такое оптимизация? Презать оптимизацию, вы много раз вычисляете лосс, для этого вы делаете forward probe и backward back probe. димина идея в том, что мы на вход учим сеть, которая за один прогон через нейросеть строит нам новый образец этой текстуры. да, да, лосс тот же самый. Вот. Выснил, что это работает. Параллельно с нами, с Димой, эту же идею придумала, придумала стэнфордская группа. Эта же идея работает таким же образом для стилизации изображений, только в этот раз для стилизации изображений вместо вектора шума на вход подается картинка, которую мы хотим стилизовать. И лосс, соответственно, содержит ни один терм, а два терма, так же, как у Гатиса. Еще раз. То есть наш лосс опять такой же, как здесь, как был здесь, но если у Гатиса мы делаем долгую оптимизацию, оптимизируя этот лосс, начиная с случайной картинки, здесь мы эту долгую оптимизацию переносим на стадию предобучения сети, которая, значит, сеть предобучается, скажем, все картинки конвертить в стиль Звездной ночи Ван Гога, значит, когда мы учимся, мы показываем много-много разных картинок, сеть пропускает через себя картинку, получает на выходе какое-то изображение, мы меряем для получившейся картинки вот этот же самый лосс. Идея непонятно? Вот. И то есть мы это долгое ожидание переносим на стадию предобучения. с некоторыми архитектурами и модификациями, главный из которых, как мы выяснили, это замена батч-норма в нейросети на инстанс-норм. То есть без нормализации это работает, что мы пробовали без нормализации, это работало странно. выяснилось, что нейросеть может какие-то приемлемые результаты выдавать, если ее обучать на 16 изображениях входных в случае стилизации, а с большим количеством она не работает, почему-то не может учиться. Если добавить батч-норм, это начинает работать, но еще лучше это работает, если батч-норм меняется на инстанс-норм. Кажется, мы про него говорили. Собственно, инстанс-норм это когда мы делаем нормализацию внутри каждой картинки независимо. То есть мы берем, читаем статистику внутри каждой картинки отдельно. Ну, это из-за того, что, да, в этой картинке, в этой задаче стилизации важно добиться как бы специфической статистики по каждому каналу в некотором смысле. И тут корреляция между разными картинками батчей только мешает. да. Да. посмотрели про обучение. Как я понял, в итоге по центру инстанциализации за один фору прогул. до обучения. Это не обращать внимания. Давайте назовем это просто обучением. вот. Это типичные результаты. Потом через какое-то время появилась призма и пошел весь этот хайп вокруг стилизации. в семнадцатом году появилась вот эта статья. Сначала как бы она была не очень заметна, а потом выяснилось, что то, что они сделали, оказалось очень важным. я думаю, они сами это не подозревали, что наделывали. Значит, что в статье? В статье как бы была цель по-прежнему такая, ну, все эти стилизации это скорее довольно-таки игрушечные приложения, но они строят нейросеть, которая в отличие от предыдущей системы, которую надо было обучать каждый раз отдельную нейросеть под каждый стиль. Они значит пытались построить систему, которая принимала бы на вход два аргумента, картинка, то есть фотография и стилевое изображение и давно выдавать стилизованное изображение. Мы один раз обучаем одну большую нейросеть, дальше мы можем любые пары подсовывать, получать результат. Вот, как они этого добились? Ну, вот конкретная архитектура, то есть этой архитектуре что делать? Она берет VGG-сетку фиксированную в их случае, хотя они могли бы ее дообучать. Значит, ну, то есть они берут первые, там, сколько-то слоев из VGG, эта сеть извлекает тензор признаков из первого изображения, из фото и второго изображения, из стилевого изображения. Дальше, вот в этом блоке, который называется AdaIn, они делают следующее. Они для стилевого изображения, стилевого тензора считают по каждому каналу среднее и вариацию и сигму. То есть сигму от Y. Стандартное наклонение. Дальше они для значит, они берут тензор из фото, они значит, делают как бы инстанс нормализацию, в смысле, что они вычитают среднее делят на стандартное отклонение внутри каждого канала от X, то есть X это тензор, это фото, тензор извлеченный из фото. Дальше они к этому тензор извлеченным из фото добавляют среднее, умножают на стандартное отклонение извлеченное из Y и добавляют среднее извлеченное из Y. Y это тензор извлеченный из стиля они средние и отклонения переносят из стильного изображения в фото тензор вот эта формулка которая написана посредине она важна и полезна потому что она делает следующую как бы универсальную операцию наберет тензор она берет некоторые вектор данном случае это вектор средних и отклонений и она как бы делает результат результирующий тензор который сочетает в себе признаки входного тензора и входного вектора это такой некоторый универсальный паттерн как можно связать связать тензор и вектор и встроить это там где обычно в сети происходит нормализация скажем больше норм это называется адаин блок adaptive из нормализации и вот в общем как мы увидим он но где применяется вот дальше в этой архитектуре посток мы построили такой смешанный тензор с перенесенными статистиками дальше они у них есть обучаемый декодер синенький который делает значит стилизованное изображение на котором они применяют стандартный лоскар состоит из двух термов из стильвого терма текстурного терма и писавшего терма вот и они обучают от архитектуры на всевозможных парах и она ну вот эта стрелочка адаин к c она говорит следующее что мы хотим чтобы персов но это персов шоссе это было она говорит что когда мы возьмем взяли резолютирующую картинку и если мы извлечем из нее видеть и признаки то они должны совпадать с видеть и признаками вот этого то есть контентом этого тензора энкодер не обучаемый декодер обычай на процесс обучения мы добиваемся того что и это тот самый контент лосс когда мы сравниваем сравниваем видишь и фичей правильно ну да и да это модифицирование да и все правильно там и стирный контент окей они показывают что такая сетка действительно работает у них получается качество чуть чуть хуже чем у сетей которые учатся на конкретную на конкретный стиль хуже чем у результат оптимизационного стилизации но при этом не сильно хуже и визуально это выглядит как бы сравнимого качества ок это что касается разных лоссов которые применяются в генерирующих сверточных сетях то есть мы посмотрели с вами на по пиксельный лоссом посмотрели с вами на персепши лоссы мы посмотрели с вами на стилевые они же текстурные лоссы есть еще как бы важный популярны еще классы связан с adversarial learning противоборствующим обучением о них мы поговорим через через лекцию теперь напоследок последние там 7-10 минут я хотел вернуться к вопросу архитектуры нейросети да и посмотреть на важный как бы паттерн дизайна архитектур до сих пор задачи которые с вами смотрели они предполагали что наш вход и наш выход они очень хорошо между собой выровнены есть входное изображение есть выходное изображение и преобразование которым пытались строить она была всегда очень локально даже если задача стилизации все равно как бы ну вот входная фотография и выходной кусочек как бы фрагменты друг на друга все происходит локально с суперезолюшном то же самое вот но понятно что есть много задач интересно где мы хотим иметь на входе изображения на выходе изображения но чтобы произошла некоторые существенно геометрическая трансформация этого изображения вот из нашей практики практики моей группы пример мы строили сетку которая брала бы и меняла бы направление взгляда на картинке это было там дремучий четырнадцатый год и идея ну и задача как проблема известная десятилетиями что люди виде конференции есть разные положения камеры то есть вот это естественно разговора у нас камера на лаптопе находится не там где глаза собеседника поэтому когда я смотрю глаза собеседника собеседнику кажется что я смотрю вниз и это кого плохо для человеческого общения вот давайте построим нейросеть который меняет изображение глаз реалистичным образом так чтобы когда ну скажем перенаправляя взгляд на 15 градусов вверх такая задача мы решили ее следующим образом собрали обучающие множество заставляя бедных аспирантов и вообще все кто попадется под руку отслеживать точку на экране собрали множество обучающих пар где значит в каждой паре входное изображение выходное изображение отличаются на 15 градусов мы хотим построить построить нейросеть которая из левой картинки строит правую картинку вот и тут уже как бы вход и выход не идеально выровнены друг с другом и нам нужно какой-то модуль в нейросети которая геометрически деформирует нашу картинку или наш промышленно тензор вот и такой слой есть обычно начать этот слой или этот модуль называется спешил трансформер изначально он был предложен для распознающей нейросети то есть идея была в том что мы возьмем картинку скажем с цифры перед тем как мы распознавать мы ее приведем какому-то каноническому фрейму сетка сначала обучится дадим возможность архитектуре сети деформировать картинку и там скажем ее поворачивать так чтобы распознавать было проще вот это была их идея и в частности то есть у них появился слой который берет входной тензор ю на данной формуле и также берет тензора x и y и по этим тензором трем тензором ю x и y строит выходной тензор и ю этот тот тензор которым деформируем а x и y это то как мы деформируем то есть x и y для каждой позиции говорят нам где надо сэмплить наш входной тензор то есть для позиции номер ай где а издает некоторую пространственную позицию у нас есть мы идем и читаем позицию x и позицию y это нам это этот эти две позиции x и y указывает нам где нам надо посмотреть во входном тензоре ю x и y это координаты действительно значные вот дальше значит мы попадаем в какую-то ячейку внутри нашего тензора ю дальше мы били ней на считаем результат то есть эта формула это били нейный сэмплинг то есть максимум с нулем говорит и говорит что мы берем только дать он смотрит на вот эти четыре позиции если у нас вот несет что мы берем с весами да то есть мы берем желтый желтый вектор надо есть в этом то есть вектор в этой позиции с весом равным этому желтому прямоугольнику красный свет весом равна красным прямоугольнику зеленый синий синим и с такими весами складываем вот эти вот четыре вектора и кладем это в эту пространственную позицию векторе ве то есть ай а это пространственная позиция это значит еще раз то есть в этом этот модуль он берет на вход три тензора you x и y x и y и выдает на на выходе тензор в и идея в том что мы можем делать бэк проб через эту операцию причем как в you так в x x и y эта формула она кусочный дифференцируем относительно и you то есть you есть просто линейно то есть линейно комбинируется так и в тензора x тензор егой она не афинная то есть в исходной статье действительно они предлагали как бы эти тензора x и y порождать некоторым афинным прям обучаем афинным преобразованием но в целом у нас здесь могут быть любые x любые вай для каждой позиции а и мы можем предсказывать любые позиции и каждой выходной позиции а и мы можем предсказать любые входные позиции обычно как мы как мы обычно к это используется это x и y предсказывается не напрямую как некоторые отклонения от единичного трансформа то есть мы берем x его это не то есть грубо говоря это межгрид в терминах матлаба или в нам по это тоже межгрид на простите старых старых человек вот вот мы берем межгрид и к межгриду добавляем предсказанную добавочку вот давайте можете расскажу как это делается как применять это это в этой задачи можно станет чуть понятнее то есть мы берем в этой задачи мы берем строим следующую сетку я рассказываю упрощенно потом на самом деле чуть сложнее давайте сначала начать более простой вариант на вход берем картинку и берем еще какое-то кодирование вот этих вот восьми особых точек лица семьи особых точек лица глаза которые извлекаются каким стандартным кодом для извлечения этих точек вот мы их тоже кодируем какие-то изображения на самом деле сейчас бы мы это делали через адаины которые я говорил раньше но тогда еще один их не было поэтому мы скажем вот эту вот точку мы кодировали двумя изображениями где одно значит кодирует горизонтальную координату таким вот образом такой что 0 показывает где находится эта точка и другое изображение кодирует вертикально координат мы добавляем еще 14 карт которым нашим цветовым картам вот дальше у нас есть какое-то кодирование угла на который мы хотим перенаправить наш наш взгляд это же мы из него считаем какой-то полноцветным словом какой-то вектор и дальше этот вектор раздуваем в тензор опять-таки сейчас мы делали через 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 адаинность тогда просто приходилось раздувать и все вместе конкатенировать дальше нас получается какой-то один такой жирный тензор мы из этого тензора предсказываем то что здесь называется flow field то есть смещение в каждом пиксели грубо говоря а дальше для каждой выходной позиции мы берем смотрим смещение по их смещение y по игрок в этом flow field и используя слой из предыдущего слайда вот этот вот special transformer ну по и торча называется грит сэмпл значит мы сэмплим цвет в получающейся позиции из входного изображения вот это вот наш тензор ю входной flow field добавляю к межгриды мы получаем тензора x y и на выходе получается такое деформированное изображение еще раз прошлый слайд будет ее будет изображение входное изображение глаза нет-нет-нет-нет на вход подаем здесь в данном случае ну то есть подаем только то есть в этот модуль конкретно мы подаем на вход в этот слой конкретно подаем на ход только цветное изображение а x и y когда определенные координаты где ну а и эта позиция пикселя в выходном изображении x и y а это из какого пикселя входного изображения надо взять цвет этого пикселя то есть x и y действительно да как говорят задает искривление входного картинки координаты во входном изображении а координаты выходного это уже которые а а это а и это координаты выходного что тут некоторые может быть почему некоторые путаницы что в выходном изображении индексы одномерная то есть а и содержит себе и и горизонтальную координаты и и вертикальную а во входном изображении важно иметь как бы два разных индекса поэтому может быть это путает то есть мы можем делать бэк проб и в x в x ай и в ой ай и в ее здесь вот в этом конкретно в этой конкретной архитектуре мы в юана как бы входное изображение то есть мы мы его не оптимизируем но мы оптимизируем вот это вот вот эта вот часть сети да и для этого нам нужно чтобы отсюда приходили координаты по иксу и по игреку на в тесте мы просто до подставляем новую картинку глаза кодирование особых точек угол которых тем при направить прогоняем получаем flow field получаем новый глаз угол мы получаем то есть моего на самом деле что система хорошо работала можно зафиксировать скажем 15 градусов по вертикали отработать нормально да вот здесь вот а как вот понять дальше сетка обучается то есть нас есть ground трудом случае да для каждого обучающего примера и мы считаем скажем по пиксельный вас вот на то есть мы учимся предсказывать оптимальное искажение оптимальное искривление входного изображения так чтобы получилось что-то максимально похоже на ground рост на обучающих примерах с этим получается бороться тем что на самом деле мы берем то есть ярослав предложил двухстадийную архитектуру где мы сначала искривляем глаз на нижнем на маленьком разрешении потом добавляем переходим на более высокое разрешение об сэмпля working field там считаем к нему добавку и потом еще на третьей стадии считаем еще изменение яркости в каждом пикселя без этого там уголки глаза то есть реальность уголки глаза становится систематически светлее или темнее при перенаправлении 3 модуль это модифицирует и в итоге все три модуля учатся вместе end to end и тогда получается довольно реалистичные результаты дикаприо анджелина джоли хинтон и ван гог на вход посередине входное изображение остальное это результаты сети кажется можно попробовать помню не знаю работает до сих пор этот бот или нет в телеграме можно послать изображение меняя альфа меняя угол перенаправления получается такие картинки вот сейчас этим уже два президента спустя сейчас этим уже никого не удивишь сейчас уже люди делают помощью подобных же механизмов люди делают вот такое это просто the motion model ну уже не стоит уже как бы стоит уже скорее система там виде в этой задаче а то есть у него анимирует и целое лицо довольно таки реалистично в крайней мере в отсутствие сильных поворотов лица но механизмы в этой нейросети такие же если что это ворпинг лэйр он применяется к не к цветной картинке актензор тензором внутри то есть книг внутренним несколько раз и к внутренним представлением и откажется вашим монополам один раз но то есть из картинки извлекаются признаки дальше эти признаки ворпится дальше эти признаки декодируются вот ворпится тем же самым тем же словом слоем здесь уже важно что мы делаем бэк проб не только в координаты но его входной тензор тоже потому что это позволяет обучать энкодер вот как-то так совсем выбился из времени давайте-то на этом становимся вопрос в частном порядке что перерыв